Музей истории города стал центром юбилейного события. Гости, комсомольцы разных поколений, пришли на чашку чая с фотографиями, значками, почетными грамотами, комсомольскими билетами и воспоминаниями. Праздник нашего сердца, праздник нашей активной позиции. Приятно видеть здесь столько людей, которые до сих пор помнят свои молодые комсомольские годы. Время, конечно, было веселое, активное, очень благодарно комсомолу за мою такую счастливую, я считаю, веселую, энергичную, молодую, замечательную юность. Звенит два эколога, дороги все, кто молоды, нам карта побед учена. Очистив дар, останутся рабочие славы станцы, запомните их времена. Школу комсомола, а значит школу воспитания, возрастления, гражданского становления, мужества, героизма, прошли около 200 миллионов юношей и девушек в возрасте от 14 до 28 лет. Интересно, что с инициативой объединить разрозненные молодежные организации в Единый Союз, в начале 1918 года к Ленину обратился Лазарь Шацкин, идею Ильич поддержал. С 22 тысяч человек в 18-м до 36 миллионов в 70-е годы выросло комсомольское движение. История комсомола – это история всей нашей большой страны и история каждого, кто вписал свои страницы в общую летопись. Комсомольцы защищали родину и возводили новые города и поселки. Осваивали Целину, Сибирь, Дальний Восток. Активно участвовали в развитии науки, культуры, образования и спорта. Расскажу один курьезный случай. В 30-е годы очень были популярны спортивные парады. На 1 мая в основном этот парад связан с одной из жительниц нашего города. Она была активистка-комсомолка, жили они в «Катюшках». И вот ее делегировали участвовать в таком параде. Подготовка была очень серьезная. Выдали белые футболочки, трусики, носочки, парусиновые тапочки. Все, в общем, здорово было. И вот она что делает после парада? Она в свое платье заворачивает в сверток и идет с ним по Москве. И садится на трамвай, доезжает до Савеловского вокзала, садится на паровоз. Но в Москве-то еще спокойно к этому, в общем-то, относились, что девушка идет в трусиках. Вот, представьте себе, это 1936 или 1937 год. Но когда она приехала на станцию Лобня, все во все глаза на нее смотрели. А она гордо шествовала, автобусов не было, до «Катюшек». Конечно, высказывали потом ее матери, что это за безобразие, твоя Наташка, значит, что творит. А Наташка ответила, мама, даже не думай, это никакой не позор. Я комсомолка, я участница парада на Краснодаре. Свою комсомольскую биографию Виктор Прохоров начинал в 1949 году, как и положено, с испытательного срока. В течение года участвовал в восстановлении разрушенного во время войны кинотеатра в городе Осташков Тверской области. На тех, кто в 50-е годы отправлялся на Целено, с завистью глядела Галина Журкина. Но для себя решила, что не может быть в стороне. Все равно я добилась того, что я по комсомольской путевке поехала в Комсомольск-на-Амуре. Уже в зрелые годы в одном из своих рассказов Галина Петровна описывает свою встречу с Амуром. Я встала, вот так руки расправила и говорю, здравствуй, Амур-батюшка, здравствуй, Таёжный край. Первое комсомольское поручение, которое дали Борису Шмидту – возглавить добровольную народную дружину. Тогда большинство комсомольцев были членами ДНД. Так как я работал в самом центре, у нас был очень ответственный и серьёзный участок. Это была Комсомольская площадь, площадь трёх вокзалов. Вы представляете, что это такое для дружинников? Кто там? Стойте, не с места! А ну-ка, дойдите от машины! Володя! Володя! Держись! Смирнов, как и слева! Служить в армии дважды пришлось Николаю Карпову. В 60-х сержантом в Германии, а в 70-х по комсомольскому призыву на Дальнем Востоке, уже младшим лейтенантом. Я ругаюсь? Нет, я радуюсь. Я, во-первых, увидел жизнь, начиная от Германии, кончая Дальним Востоком. Во-вторых, я столько людей увидел с хорошей, прекрасной биографией. Но самое главное, в комсомоле он встретил свою любовь. В комсомольской организации Лобницко-технического завода я познакомился со своей будущей женой. У нас была комсомольская свадьба, и сейчас мы вместе уже 49 лет. Непростое решение приняли по окончании 11 классов ученики Подьячевской средней школы, где Тамара Журавлева была секретарем комсомольской организации. Приняли это решение на комсомольском собрании, что мы после окончания 11 класса всем классом остаемся работать в совхозе. Но это был первый такой класс, который был в Московской области. Московский комсомолец очень много писал о нашем классе. Родители в семьях, конечно, во многих были против. Мой отец врач, он мечтал, что я пойду по его стопам в медицинский. Два года мы проработали честно на полях совхоза Арбузова. Сажали яблони, сажали клубнику, убирали это все. Работали на ферме, ребята трактористами. Но потом стали ребята уходить в армию, кто-то начал замуж выходить, кто-то пошли поступать в институты. Первое дело, которое было поручено заведующей школьным отделом Мытищинского горкома комсомола Тамаре Козловой, стать комиссаром первого всесоюзного слета трудовых объединений школьников, в которое входили ребята, начиная с 10-12 лет. Это вот и юные механизаторы, юные полеводы, юные животноводы, юные автомобилисты. Во всем Советском Союзе существовали и создавались вот такие трудовые объединения школьников. Вот они приехали в Москву на этот слет для того, чтобы посоревноваться с другими. Интересно сегодня смотреть на фотографию, где рядом с Тамарой Козловой и директором пионерского лагеря «Юность. Треста ЦЭМ» Николаем Рябаконем будущее известная певица и композитор Катя Семенова в пионерском галстуке. В нашем пионерском лагере была председателем совета лагеря, председателем совета пионерской дружины. Но она была, конечно, девочка активная, участвовала в художественной самодеятельности. Но почему-то тогда они не очень думали, что она станет такой певицей и будет на нашей советской эстраде. Школьница, я все-таки в душе, все та же школьница. Самое главное все-таки было в нашей деятельности пионерской комсомольской, это то, что мы были все, знаете, очень близки друг с другом. И в звеньях и в звездочках каждый приобретал какой-то уже опыт организаторской работы. Все кто-то за что-то отвечали, какое-то было поручение у каждого. Таких вот хороших организаторов предприятий, институтов, многих комсомольцев, бывших комсомольцев, которые смогли, потом уже повзрослев, руководить большими организациями, предприятиями, потому что накапливался вот этот организаторский опыт в пионерской комсомольской годы. Мы пройдем сквозь штор и дым, станет небо голубым. Не расстанусь с комсомолом, буду вечно молодым. Не расстанусь с комсомолом, буду вечно молодым.